Добрый вечер. Всего несколько минут остается до начала информбюро, а сейчас по традиции программа Пенсия Киезет. Как всегда, оперативно и содержательно. Мой коллега Ануар Амангельдинов расскажет о том, как устроена пенсионная система. И сегодня тема выпуска – обязательные пенсионные взносы работодателя. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами Ануар Амангельдинов. На прошлой неделе мы говорили о выписке с индивидуального пенсионного счета. Сегодня же поговорим про обязательные пенсионные взносы работодателя. Я хочу отметить, что этот компонент в пенсионной системе был внедрен в начале этого года. Главные его особенности обсудим прямо сейчас. С 1 января 2024 года накопительная система Казахстана дополнена новым компонентом – обязательными пенсионными взносами работодателя. Теперь каждый работодатель обязан перечислять в ЕМПФ помимо обязательных 10% взносов от дохода работника дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников. Подчеркнем, оплата взносов производится из средств работодателя, но их размер рассчитывается от дохода работника. В 2024 году это 1,5%. Каждый год до 2028 года размер взносов будет увеличиваться и в 2028 году составит 5%. Важный момент – ОПВР перечисляется только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы. Стоит отметить, что пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя будут осуществляться лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев. При достижении пенсионного возраста, имеющем инвалидность 1 и 2 групп, если она установлена бессрочно. При этом максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР не может превышать двукратный размер прожиточного минимума, установленный на каждый финансовый год. Подробнее тему ОПВР мы обсудим с нашим цифровым помощником Тингитаем. Участие работодателя в уплате пенсионных взносов – это классическая модель реализации принципа солидарной ответственности бизнеса за пенсионное обеспечение работника. Введение нового компонента несколько раз переносилось из-за внедрения других обязательных платежей. Все это время нагрузка на предпринимателей распределялась равномерно, и им была дана возможность подготовить бизнес к оплате обязательных пенсионных взносов из своего бюджета. Сейчас дополнительный платеж заработника вводится не в полном объеме, а постепенно, потому сложности не должно возникнуть, ведь все продумано. Помимо прочего, в соответствии с налоговым кодексом сумма уплаченных ОПВР отнесена на вычеты при определении налогооблагаемого дохода, то есть нагрузка на бизнес остается на приемлемом уровне. Еще один вопрос. Каким образом работодателям перечислять ОПВР? Уплата ОПВР производится работодателям, если им не выбран специальный налоговый режим, так же как уплата обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов, государственную корпорацию. Как четко и содержательно ты все рассказал, Тингитай. Спасибо. Обязательства перед работниками порой выполняют не все работодатели. Редко, но все же бывает, когда права наемных сотрудников не соблюдается. Сейчас эту тему мы обсудим со специалистом ЕНПФ. Добрый вечер, Назым Абдухалимович. Скажите, пожалуйста, куда обращаться в случае нарушения работодателям правил отчисления ОПВР? Добрый вечер. Социальным кодексом четко определена обязанность работодателей уплаты обязательных пенсионных взносов работодателя исключительно за счет собственных средств. Лица, за которых уплачено ОПВР, смогут увидеть поступление этого вида взносов в выписке с пенсионного счета. Вместе с тем, контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных пенсионных взносов работодателя возложен на органы государственных доходов. В случае, если работодателям в отношении работника будут допущены какие-либо нарушения, то необходимо обращаться в Комитет государственных доходов. Добавлю, на имя каждого гражданина открыт отдельный условный пенсионный счет, на котором будут учитываться сведения о поступивших ОПВР. Но их нельзя унаследовать, досрочно снять или использовать. Выплаты с данного счета будут пожизненными, в отличие от выплат, сформированных за счет других видов пенсионных взносов, которые осуществляются до их исчерпания. Благодарю нашего уважаемого эксперта из ЕНПФ. Наш выпуск подходит к завершению. Напомню, что ровно через неделю я расскажу вам, как правильно рассчитывать и спланировать свою пенсию, а также о взносах, которые могут ее увеличить. Будьте с нами. Спасибо, коллега. Еще раз добрый вечер. Мы начинаем новости информбюро в студии Оскар Медебаев. Итак, сегодня в выпуске. Отказ от импорта. Зачем Казахстан избавляется от зарубежных продуктов? Как это повлияет на экономику? От каких товаров и с каких стран мы откажемся? Вопрос времени не поднимать. Почему правительство не намерено обсуждать отмену единого часового пояса? Я думаю, на этом надо остановиться. Чем недовольно общество? О каких исследованиях идет речь? Стыдно не то слово. Казахстанцы возмущены кадрами, на которых молодые люди камнями закидали кабинки на канатной дороге. Воспитательная работа должна проходить, начиная с семьи. Какое последует наказание? Что не так с культурой? Обманутые застройщиками. 145 тысяч семей пострадали от недобросовестных строительных компаний. Они не готовы раскрывать свою финансовую отчетность. Почему многие стройфирмы пренебрегают правилами по привлечению средств дольщиков? Будет ли порядок в этой отрасли? Уборочная кампания в Казахстане подходит к завершению. В этом сезоне было намолочено 26,5 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность, по словам главы Минсельхоза, превысила прошлогоднюю и составила 16 центнеров на гектар. Однако, ввиду сложности с экспортом сельхозтоваров на традиционные рынки сбыта, возник вопрос, куда теперь Казахстан будет продавать зерно. Как и объявили в Министерстве торговли и интеграции, экспортный потенциал Казахстана по зерну составляет около 12 миллионов тонн. Перед Кабинетом министров стоит задача не только реализовать весь объем, но и сделать это по выгодным ценам. Введенный рост сельхознадзором ограничений на импорт казахстанских фермерских продуктов вынудил нашу республику искать другие рынки сбыта. Рассматривают страны Востока. В Турцию и страны Ближнего Востока потенциал экспорта составляет почти 1 миллион тонн пшеницы. Важно восстановление поставок на рынок Ирана. По ичменю мы сейчас видим динамику. Будут проработаны вопросы торгового финансирования и логистики. Будет активизирована работа по продвижению бренда казахстанской пшеницы на новых рынках, таких как Пакистан, Индонезия, Бразилия, Малайзия, где прогнозируется рост импорта. Казахстанских производителей решили защитить от зарубежных конкурентов. Поправки, направленные на защиту рынка от импорта, рассматривают в Можелесе. По мнению депутатов, новшества помогут усилить продовольственную безопасность страны. При этом по некоторым продуктам Казахстан все еще зависит от импорта. Наши корреспонденты с подробностями. Блок из 30 поправок, направленный на защиту отечественного рынка от засилия импортных продуктов, планируют принять в Можелесе. Изменения могут коснуться регулирования торговли и направлены на поддержку казахстанских производителей. Важно поддержать казахстанских производителей продуктов питания, так как речь идет уже о нашей продовольственной безопасности. Мы рассмотрели предложения отраслевых союзов в рабочей группе и внесли их в закон о защите прав потребителей. Потому что, на наш взгляд, эти поправки направлены на защиту интересов не только отечественных производителей, но и интересов потребителей. По мнению экспертов, проблема обострилась во время пандемии, когда местный рынок оказался не способен в полной мере обеспечить страну продукции. Полки магазинов сейчас заполнены товарами из других стран. Однако, в первую очередь, необходимо развивать самые значимые отрасли производства. Это производители товаров для общественного питания. Это первая, самая основная отрасль. На втором месте это, конечно же, легкая промышленность. Это производство одежды, которая завозится сюда, в Казахстан. То есть, это две отрасли, которые должны развиваться внутри Казахстана, потому что для развития этих отраслей у нас внутри Казахстана все есть. Тем не менее, жесткие протекционистские меры чреваты зеркальными требованиями со стороны государств, с которыми мы состоим в партнерских отношениях. Те, которые мы начнем, какие-то меры защиты наших производителей, но при этом в отношении наших производителей, они могут тоже такие же требования выставить. Соответственно, в конечном итоге от этого пострадают все и в итоге, может быть, провоцировать зеркальные санкции. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин сегодня отметил, что по 10 социально значимым товарам Казахстан обеспечен на 100%. Это мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина и морковь. Из 14 продовольственных товаров на 80% и более наша страна полностью обеспечивает себя по пяти позициям. Однако импортозависимость сохраняется по мясу птицы. Самообеспечение составляет 73%. По колбасным изделиям – 60%. По рыбе – 60%. По сырам и творогу – 46%. А по сахару – 44%. Чтобы избежать дефицита, местное производство ряда продуктов необходимо существенно нарастить. А для этого усилить поддержку местных предпринимателей. Бахрамбек Талибжанов, Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, Информбюро. Поднимать вопрос перевода времени и вновь его комментировать правительство не намерено, поскольку принято окончательное решение. С таким заявлением сегодня выступил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Чиновник объясняет это соблюдением регламента и проведением необходимых исследований. Также заместитель главы Кабмина рассказал, что отклоненная петиция о возврате времени рассматривалась согласно установленному регламенту, как и принятие решения о переводе стрелок на часах. Как выразился вице-премьер, государство не обязательно должно проводить референдум, если вопросом занимается коллегиальный орган. Аргументы сторонников обратного перевода времени чиновник назвал неподтвержденными, а некоторые из доводов, например, сокращение светового дня, и вовсе субъективными. И вот подобного рода аргументы серьезные. Есть аргумент такой, что рано приходится вставать и рано темнеет. Но это такой аргумент из-за изряда субъективных. Было решение, была петиция. Петиция была рассмотрена, решение было подтверждено. Я думал, на этом надо остановиться. Тем временем, петиция о переводе времени на 2 часа вперед появилась сегодня на сайте Petition.kz. Направлена она уже не к Минторговле, а к Министерству энергетики. Напомню, предыдущая петиция «Вернуть время назад» набрала 50 тысяч голосов, но была отклонена после рассмотрения рабочей группой. Автор петиции требует обратить внимание на международный опыт. К примеру, в Бразилии для сокращения потребления энергии решили переходить на летнее время. В Казахстане же, несмотря на перерасход, действует один часовой пояс. Если для Костаная, Казаларды и Западного Казахстана этот часовой пояс удобен, то на востоке страны летом светает в полтретьего ночи, а в 5-6 вечера уже темно. Поэтому, по мнению авторов, в центральных и восточных районах страны, в том числе Алматы и Астане и Шемкенте, будет разумно перевести время на 2 часа вперед для экономии электроэнергии. Инициативу поддерживают и рестораторы, которые за сокращение светового дня теряют 10% выручки. Я вообще не понимаю, почему не слышат, не видят людей, которые по всему Казахстану просят. Это первый момент. Второй момент. Те же самые депутаты, которые ездят по разным регионам, говорят, что сейчас вопрос даже уже не о нашей экономике и о дорогах разрушенных, а первый вопрос это о том, чтобы вернуть время назад. Ну, как бы, наверное, если люди об этом говорят, то люди поддержат эту петицию. В социальных сетях казахстанцы обрушились со шквалом критики в адрес хулиганов, которые забросали камнями фуникулеры на канатной дороге горнолыжного курорта Шимбулак. Все в один голос утверждают, что молодые люди показали крайне низкий уровень культуры и воспитания. Теперь хулиганами заинтересовались стражи порядка Алматы. Вроде бы зрелые парни, но поступки говорят об обратном. Такое поведение указывает на полное отсутствие культуры, отпугивать туристов как зарубежных, так и местных. Ведь все это еще и сопровождается нецензурной бранью. Их абсолютно не волнует, что внутри могли находиться люди, гости нашей страны. Им безразлично, что они наносят вред чужому имуществу, не задумываясь о последствиях. Что подумает турист, который стал свидетелем такого позорного поведения? Полиции отреагировали незамедлительно и теперь устанавливают личности хулиганов. По данному факту управления полиции Медведевского района проводится проверка. Правонарушители непременно будут установлены и будут привлечены к заслуженной ответственности. Подобное поведение в первую очередь упущение их родителей, уверены эксперты. По всей стране масса случаев, когда подростки и молодежь разбивают уличные фонари, скамейки, разбрасывают мусор, царапают достопримечательности. Они, видимо, так пытались себя развлечь и, скорее всего, у них, они просто и понятия не имеют, что так делать некрасиво и нельзя. Ну, здесь воспитательная работа должна проходить, начиная с семьи и в школе. Вот, это все закладывается еще с раннего воспитания. Поэтому здесь комплексные меры должны быть. За хулиганство предусмотрен штраф до 18 миллионов тенге, либо лишение или ограничение свободы до 5 лет. А заняться индивидуальной бранью 69 тысяч тенге или арест до 15 суток. Елеман Раймбеков, Ринат Абулхайров, Информбюро. Семья, которую обнаружили в лесопосадке в Павлодарской области, покинет Казахстан по решению суда из-за нарушения миграционного законодательства. Напомню, в мае этого года их шестью детьми нашли спящими в лесу. Тогда мать пояснила, что они просто легли отдохнуть. Полицейские подтвердили, что семья занималась бродяжничеством. Супруги находились в Казахстане с 2016 года и нарушили сроки пребывания в стране. Отец из России, мать из Украины. По прибытии они зарегистрировались сроком на три месяца, однако по истечении этого времени страну не покинули. По решению суда глава семейства получил трое суток ареста и в последующем будет выдворен из Казахстана. Его супруги назначили только принудительное выдворение. Суд признал гражданина М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях и назначил ему административное взыскание в виде ареста сроком на трое суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан. Постановление в законную силу не вступило. Многотысячная колонна нелегальных мигрантов вновь движется к границе США. Нелегалы вышли с юга Мексики и направляются на север. Эту страну используют как перевалочный пункт на пути в США жители беднейших стран Латинской Америки – Эквадора, Гондураса, Венесуэлы и Гватемалы. В общей сложности им предстоит преодолеть пешком более 25 километров. Только по июле из этих стран в Мексику прибыли более 800 тысяч человек в надежде попасть в США. Стремятся туда и сами мексиканцы за безработицы, разгола преступности и нищеты. В одной только Мексике более 9 миллионов граждан выживают за чертой бедности. На этот раз люди надеются, что в преддверии выборов им окажут поддержку, чтобы завоевать голоса избирателей латиноамериканского происхождения. Также мигранты опасаются, что к началу выборов сервисы миграционных служб будут перегружены заявками и спешат к этому времени успеть пересечь границу. Сейчас на рубеже уже скопилось около 40 тысяч человек, еще более 2 тысяч в пути. Мы готовы и хотим работать. Ничего больше не просим. Мы не собираемся никому мешать и причинять вред. Хотим просто спокойно жить и работать. Пусть пропустят нас. У нас сейчас короткая реклама, после которой мы вернемся, будьте с нами. Обманутые застройщиками. 145 тысяч семей пострадали от недобросовестных строительных компаний. Они не готовы раскрывать свою финансовую отчетность. Почему многие стройфирмы пренебрегают правилами по привлечению средств дольщиков? Будет ли порядок в этой отрасли? За что платить? Жителям одного из домов в Шемкенте пришли квитанции за оплату услуг, которую они не получали. Кто вписал эту графу? Не иметь права нам навязывать свои услуги. О каких услугах идет речь и как доказать свою правоту? Вы смотрите самые актуальные новости. Мы продолжаем. В Петропавловске полицейские нашли ребенка, который засунул петарду в ухо бездомному щенку и взорвал. Израненную собаку у толпы детей отбила девочка и вызвала полицию. За жизнь собаки борются волонтеры и ветеринарные врачи. С тяжелыми травмами животное удалось доставить российским специалистам. С дорогостоящим лечением помогли неравнодушные горожане. Живодером оказался 9-летний школьник. Его мать должна будет выплатить штраф порядка 37 тысяч тенге. 22 октября проведена комиссия, по итогам которой в отношении матери мальчика собран материал по статье 127 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов. Мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Агрегаторов такси обяжутся вступать в саморегулируемые организации. Сегодня в Мажелисе проголосовали за передачу им части госфункции по пассажирским перевозкам. Это, по словам инициаторов поправок, поможет навести в этой сфере порядок и обезопасить пассажиров. Агрегаторы такси должны будут вступить в саморегулируемые организации и платить взносы. Сегодня Мажелис одобрил эти поправки в первом чтении. Организации наделят частью государственных функций по автоперевозкам пассажиров. Они получают возможность защитить своих интересов перед более крупными игроками, если мелкие игроки, либо отстаивать какие-либо порядок правила перед КОС-органом. Тем самым на рынке создаются равные конкуренции, прозрачные. Под инициативу попадают регулярные и нерегулярные автобусные, межобластные, маршрутные перевозки и такси. Новшество затронут автовокзалы, диспетчерские службы такси и мобильные приложения. В Минтранспорта рассчитывают, что это обеспечит безопасность перевозок и улучшит качество услуг. В гильдии таксистов отмечают, что пока непонятно, какими функциями такие организации будут наделены. Ведь ранее успешно регулировать отрасль не удавалось даже транспортному контролю. Тут возникает вопрос, а саморегулированные организации это смогут сделать? Либо к ним перейдет функция государственных органов? То есть они что, смогут, допустим, останавливать тот же самый автобус, который, ну скажем так, в ненадлежащем виде, если там видно, что может быть там уставший водитель на трех колесах едет? Ну я так условно говорю. Между тем специалисты считают, что побороть теневой рынок это вряд ли поможет и, несомненно, скажется на стоимости услуг. Ведь взносы немаленькие. Для мобильных приложений и диспетчерских служб сумма может варьироваться от 7 тысяч тенге до 2,5 миллионов в зависимости от количества заказов. Для автовокзалов от 50 до 258 тысяч тенге. На реализацию проекта уйдет примерно полтора года. Нина Шаппожа, Небека Кимжан, Информбюро. 145 тысяч семей дольщиков в Казахстане могут остаться без жилья, почитали в казахстанской жилищной компании. Они выявили, что больше половины объектов, которые возводят с привлечением денег дольщиков, ведутся через незаконные схемы. Как не обмануться и минимизировать риски, расскажет Эльмира Иржанова. По данным казахстанской жилищной компании, 145 тысяч семей рискуют остаться без жилья из-за того, что застройщики игнорируют законы по привлечению средств дольщиков. По итогам исследования за этот год из 195 тысяч строящихся квартир в правовом русле возводится меньше 50 тысяч. Остальные в так называемой серой зоне. Когда застройщик приходит в законные механизмы, мы как КЖК, к примеру, за наши гарантии, мы его всесторонне изучаем и проводим серьезную экспертизу. Многие компании, к сожалению, которые находятся в так называемой серой зоне, они не готовы раскрывать свою финансовую отчетность, не готовы показывать свои налоговые движения. Соответственно, они имеют, видимо, какие-то проблемы. Регионы антилидеры по рискованной застройке – Караганда, Тарас, Семей, Петропавловск, Туркестан и Талдыкурган. В Можилисе на сегодня рассматривают ужесточающие меры. Нарушителям будут грозить крупные штрафы и проверки, а также запрет на рекламу, если нет разрешения на привлечение средств дольщиков. Это запрет заключения предварительных договоров, так называемые договоры бронирования, инвестирования и так далее. Вопрос, связанный с ипотеками. Соответственно, когда мы приобретаем квартиру, мы уверены, что она будет достроена, даже если вдруг наступит гарантийный случай. По данным жилищной компании, лучше всего обстоят дела с долевым строительством в Астане и пригороде Кошше. Но риски все же есть. Эксперты рекомендуют требовать у застройщика договор долевого участия, утвержденный Министерством промышленности. Также стройкомпанию можно проверить на портале HomePortal.KZ. Эльмира Ежанова, Азмат Кубигенов, Инфорум-бюро. А жители многоквартирного дома в Шемкенте получили квитанции за услуги, которые, по словам людей, никто не оказывал. Счета выставила компания, обслуживающая внутридомовые отопительные сети, с которой, уверяют жильцы, даже не заключали официальный договор. Однако предприниматель уверен, что свои обязательства выполнил, что рекомендуют юристы. В таких случаях расскажет моя коллега Анастасия Новикова. Жители одного из многоквартирных домов в Шемкенте недовольны работой обслуживающей компании, с которой, как они утверждают, не заключали официальный договор. Долгое время люди получали счета и многие оплачивали, не вдаваясь в детали. Однако в этом году решили разобраться. Никто нигде не подписывался. Мы должны сами избирать себе поставщиков. Да, но он не имеет права нам навязывать свои услуги. Не имеет права навязывать. Это во-первых. Потом в мае месяце он узнал, что мы начинаем против него действие. И он просто-напросто расторгает договора. А долг-то у нас, у которых не платил, остается. Я пошла к нему этот вопрос урегулировать. Он мне сказал, ничего там не сделаешь. По словам жильцов, условия сотрудничества не обсуждались, а услуги, указанные в счетах, якобы не оказывались. К тому же люди утверждают, что подписи в договоре им не принадлежат. Я посмотрела, подпись там поддельная. Потом одна бабушка уехала уже 20 с лишним лет оттуда. Он вписывает ее сюда и подписывается за нее. Предприниматель, предоставляющий услуги, настаивает на обратном. Он утверждает, что договор легитимен, а подписи подлинные. По его словам, компания выполняла все свои обязательства. Но из-за недовольства некоторых жильцов договор решили расторгнуть. Злостные неплательщики не хотят платить. И на весь дом изорганизовали. Да не платят, а зачем мне обслуживать? Если такой крик, шум, договоры есть. По закону выбирать обслуживающую компанию, назначать совет дома и управление объектом кондоминиума должны на общем собрании жильцов. А если жители недовольны услугами или условиями договора, они вправе его расторгнуть. Надо самим внутри себя разбираться с этой управляющей компанией или с оси, или кто у них там может быть. Может быть, у них простое товарищество, или по-прежнему какой-то КСК. Если не получается, подавать в суд. Потому что сейчас напрямую этого нет. Раньше такое было. Я имею в виду, что когда сервисная организация напрямую с квартирой работает. Если общее собрание не проводилось или договор был заключен без участия жильцов, это может стать основанием для обращения в суд с требованием признания договора недействительным и его расторжения. В Петропавловске заработал центр креативной индустрии, открытый по линии Самрук Хазанам. Хаб станет местом встречи творческой молодежи и бизнеса, поможет создать новые рабочие места и подготовить конкурентноспособные кадры. Екатерина Белоусова продолжит тему. В хабе общей площадью 2000 квадратных метров каждый сможет получить навыки для развития собственного проекта или прийти с уже готовым стартапом. Мы объединили креаторов и айтишников, а также локальный бизнес на цифровой платформе Creative Hub, которая предназначена для того, чтобы бизнес мог быстро и эффективно находить квалифицированных сотрудников. В открытии приняли участие Аким Североказахстанской области, ГАУЭС Нурмухамбетов, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, генеральный директор корпоративного фонда Самрук Хазана Траст Альфия Адива и резиденты креативного сообщества области. Президент сказал, что во всем мире креативное пространство – это то пространство, которое объединяет и является очень притяжением для творческих людей, для интеллектуальных людей. Наши молодые люди, которые у нас живут, чтобы они могли находить свои идеи, учиться здесь. Начал свою работу и кабинет 3D-технологий. Сегодня такие специалисты очень востребованы. Креативный класс людей – это те люди, которые имеют определенные навыки, либо он шить умеет, умеет вязать что-то, ну и опять же умеет 3D-модель рисовать. В дальнейшем он это все может коммерциализировать. В центре обещают большое количество мастер-классов и интересных мероприятий. На сегодня в креативную индустрию входят 43 вида экономической деятельности. Эльмира Ержанова, Екатерина Белоусова, Инфорум-бюро. В преддверии Дня Республики в Северном Казахстане отметили заслуги перед Отечеством выдающихся жителей региона. Наград удостоились ученые, аграрии, энергетики, учителя, врачи и госслужащие. Мероприятие началось с торжественного выноса флага и исполнения гимна. Аким области Гауеснур Мухамбетов отметил, что регион добивается успехов прежде всего благодаря людям, преданным своему делу и неравнодушным к судьбе государства. Одной из наград сегодня удостоилось товарищество «Династия Агра» из Жамбылского района. В этом году аграрии завершили уже 38-ю уборочную кампанию. Несмотря на непростые погодные условия, товарищество добилось рекордной урожайности по зерновым культурам. Занимаются и переработкой масличных. Выполняю поручения президента по глубокой переработке сельхозпродукции и внедрению новейших технологий. Мы работаем, вышли на международный рынок. Мы работаем с Японией, работаем с Южной Кореей, Польшей, Италией, Германией. По поставкам растительного масла, жмыха. Мы гордимся тем, что мы здесь родились, выросли и считаем, что вместе с республикой должны развиваться. Отметили и мужество жителей, пострадавшего от паводка микрорайона «Подгора». Крова лишились сотни семей. Петропавловцы благодарны, что их не бросили в беде. Мы очень рады, что в канун такого праздника более двух тысяч подгорцев встречают в новом комфортном жилье, в новом районе. Помощь государства колоссальнейшая была оказана. Это все благодаря нашему президенту, ну и, конечно, нашим Акимам. Орденами и медалями наградили более 40 человек. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, Информбюро, Петропавловск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова